Здравствуйте! Это программа «Вечер на седьмом». Меня зовут Анна Грынева. Сегодня поговорим о том, насколько упростилась система регистрации новорожденных в нашем городе. Итак, у нас в гостях Юлия Меглазова, начальник регистрационной службы Одесского городского управления юстиции. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Итак, примерно неделю назад наших деток зарегистрировали уже прямо в роддоме. Можете рассказать, как это произошло? Да, конечно. С 1 сентября у нас запущен пилотный проект по городу Одессе в виде эксперимента проведения регистрации рождения в роддомах. Это выездные приемы наших работников по вопросам регистрации рождения. И, соответственно, наши родители выходят из роддома, выписывается мама, получая свидетельство о рождении. То есть это избавило вас от очередей, от множества проблем? Ну, это избавило вообще от похода дальнейшего в ЗАГС людей для регистрации, так как обязанность регистрации рождения возлагается на родителей в течение месяца с момента рождения. И, соответственно, родители себе не держат в голове о том, что им надо еще в течение месяца успеть, не забыть, сходить в ЗАГС, зарегистрировать и получить соответствующие документы. Они такие документы получают сразу в роддоме. А ваши сотрудники, они непосредственно будут работать уже в роддомах или же они будут каким-то образом туда приходить, регистрировать, уходить? Как это вообще происходит? На данный момент это не прописано законодательно, поэтому мы утвердили график выездных приемов. И наши работники, согласно этого графика, приезжают в роддом, принимают соответствующие документы, носят сведения в реестр и потом при выписке выдают свидетельство о рождении и выписку из реестра. То есть роженица при выписке это получает, да? Да, конечно. Убирают документы и ей уже через месяц никуда не нужно идти. Абсолютно. Еще такой вопрос, расскажите, пожалуйста, а вообще вот подобная практика, она уже где-то была или мы, Одесса первый город, который… Одесса первая, кто запустили данный пилотный проект, но в данном пилотном проекте участвуют еще такие города, как Львов и Хмельницкий. То есть это Министерство юстиции запущен такой эксперимент для того, чтобы в дальнейшем возможно было технически доработать данную услугу и упростить людям их дальнейшую жизнь, и не было необходимости бегать по различным инстанциям. Ну вот если Одесса первый город, то кто все-таки стал инициатором такой реформы? Ну инициатором такой реформы стало Министерство юстиции. А мы, как региональное ведомство, поддержали данные реформы и были готовы первыми их начать. Ну и как, успешно? Рады мамы? Да, на данный момент очень успешно. Первым мы запустили данную услугу в пятом роддоме. На данный момент уже регистрируется рождение, а мамы очень довольны и говорят свои благодарности за такую услугу. Позавчера данная услуга запустилась в седьмом роддоме, и сегодня она была запущена в областном роддоме на поселке Котовского. А как же быть с теми, у кого нет документов, например, те же переселенцы, как же регистрировать этих деток? Значит, такие регистрации проводятся на основании медицинского свидетельства о рождении. И если у родителей нет соответствующих документов, то такую регистрацию может осуществить третье лицо, в том числе представитель роддома. Я так понимаю, что вот таким образом вы не только помогаете мамам, но еще и избавляетесь от коррупции, потому что все-таки не секрет, что многие люди, чтобы избавиться от очереди, вот все-таки идут в эту сторону. Это было направлено именно на эту деятельность? И на эту в том числе. От очередей мы избавились уже давно, в нашем, в частности, в городе Одессе. Поэтому следующий наш этап – это упрощение процедуры именно для граждан. Расскажите о планах на будущее, что еще планируете реформировать? На данный момент у нас еще запущено несколько пилотных проектов по городу Одессе и Одесской области. Это и по недвижимости, и по регистрации физических и юридических лиц. Это экстерриториальность. На данный момент по этим направлениям люди в пределах Одесской области могут обратиться в любое отделение и управление юстицией для регистрации. Такие же предложения сейчас с нашей стороны были озвучены и по регистрации актов гражданского состояния. То есть мы намерены внедрить экстерриториальность, чтобы люди могли обратиться в любой ЗАГС для регистрации или рождения, или брака, или развода, или внесения изменений. То есть я правильно понимаю, это общая база, да, к которой могут... Да, конечно. У нас есть общий реестр. Он есть. И на данный момент для осуществления таких реформ это нужно внесение изменений в законодательную базу. Потому что законом предусмотрено, что гражданин для внесения изменений в актовую запись, если допущена была ошибка, должен обратиться по своему месту жительства. Если он, к сожалению, живет не по месту своей прописки, тут уже усложняется процедура, и ему больше надо ездить. И, конечно же, это хотелось бы простить для того, чтобы человек смог обратиться в том ЗАГСе по месту своего нахождения, независимо от прописки. Вы на своей должности на этой конкретно уже около года, и я знаю, что вы стали инициатором именно онлайн-записи. И можете я об этом рассказать, как это происходит? Да, в Одессе была впервые запущена интернет-запись на прием, это в 2012 году, и именно по направлению регистрации рождения. Эта услуга очень набрала обороты популярности, людям удобно записаться через интернет на определенное время, прийти в это время, их примут без очереди. У нас настолько эта услуга заработала, что в принципе большинство людей, а так как рожают детей именно молодые мамы, и все пользуются услугами интернет, и она очень популярна, в основном большая часть именно по записи через интернет приходит на прием. Ну вот насколько легко вводить такие реформы? Все-таки я уверена, что в вашей структуре работают люди и постарше, которые определенно, ну, такое сопротивление, да, имеет к этому, к этим реформам. Да, такая проблема у нас была, слава богу, сейчас уже нет кадровой, у нас были кадровые перестановки в этом плане, начиная с 2012 года именно по направлению ЗАГСов. Но у нас остались работать только люди, которые готовы к переменам, готовы к реформам и готовы идти навстречу людям для упрощения их жизни. Вот вообще, насколько тяжело реформировать эту сферу, переводить из огромного количества бумаг, переводить в электронный вариант, менять взгляды людей, менять взгляды одесситов, чтобы они привыкли работать именно в этой сфере, именно так, а не иначе. Ну, это очень тяжело хотя бы, что 7 лет у нас именно в ЗАГСах потратилось на то, чтобы вносить архивные сведения в реестр, для создания вот этой общей базы, с помощью которой сейчас возможно было бы запустить вот такую услугу, как экстратриальность. То есть 7 лет работники ЗАГСов работали над тем, чтобы с 50-го года все архивные сведения внести в данный реестр. И Одесская область у нас на 2 года закончила раньше установленного срока. У нас срок должен был, мы должны были закончить в 2017 году, а мы закончили вот в начале 2015 года полностью по всей Одесской области. Я так смотрю, Одесса и наша область вообще идет впереди планеты всей. Мы стараемся, мы поддерживаем все реформы, мы поддерживаем все новшества, стараемся первые принять в этом участие, то есть для того, чтобы показать, что это возможно, для того, чтобы стать примером для всех других областей. И, ну, пока у нас это получается. Ну, зачастую люди как реагируют на ваши реформы? Позитивно или все-таки есть такие, которым не нравится, что им приходится на компьютере что-то искать, что их вызывают в это время, а им очень нужно постоять в очереди, по привычке, как же так? Есть такие люди? Ну, это большая часть пожилых людей, но для них мы тоже максимально делаем условия для того, чтобы не было таких проблем. А сколько человек на вас работает? Ну, ваш коллектив? Ну, в подразделении регистрационной службы Одесского городского управления и юстиции около 150 человек. То есть это все 150, это ваши единомышленники, которые, в принципе, идут с вами, помогают вам, да, в создании? В основном, да, сейчас у нас все, ну, большинство молодых, перспективных людей, которые готовы работать, готовы внедрять что-то новое. Есть работники, которые давно уже с опытом работают, но тоже готовы менять, у них есть для этого опыт, есть желание, самое главное. И это очень радует. А есть ли какая-то статистика по количеству людей, которые зарегистрировались именно онлайн, которые онлайн заявки подали? Ну, у нас есть такая еще, через интернет-запись на прием у нас уже более 5000 подано. Это за какой период? Это с 2012 года даже. Ага, 5000 человек. Да, да. А у нас еще введена новая такая услуга, это подача заявлений на регистрацию брака через веб-портал онлайн. Это тоже запущена услуга с июля месяца этого года, буквально Одесса участвует в пилотном проекте с Киевской, Днепропетровской областью, да. И за этот период у нас около 90 человек обратились за данной услугой. То есть тоже людям очень удобно. Через интернет они подают все свои отсканированные документы, заявления установленного образца. В ЗАГСе это заявление проверяют, и все документы. И если там все в порядке, людям назначают время, когда им прийти, просто подписать это заявление. То есть опять же уходят очереди, уходит коррупция. Самое главное, что уходит контакт работника с человеком для избежания, конечно, вот таких коррупционных рисков. А были ли проблемы с работниками, которые все-таки не хотели отказываться от старой системы, и все-таки им больше подходило то, что периодически им могли принести подарки за то, чтобы там побыстрее зарегистрировать? Ну, у нас уже давно таких проблем нет. У нас кадровый состав уже переназначен был не один раз. С этими проблемами мы всеми боролись. И, слава богу, сейчас у нас укомплектованы кадры теми людьми, которые понимают, что это такое, и понимают, что они работают на государство, и коррупции, слова, тут должно быть нет. Ну, государство, в принципе, поддерживает во всех реформах, да, у вас? Или есть какие-то проблемы? Ну, проблема больше, наверное, в отсутствии времени и кадрового обеспечения на все эти реформы. Конечно. У нас очень много предложений по поводу дальнейших реформ, но на это надо просто время, на это надо доработка технического обеспечения, тех же реестров, и Киев это вполне поддерживает и ведет над этим работу. Ну, вот технический момент, все-таки онлайн-регистрация, онлайн-данные, но не сталкиваетесь ли вы с какими-то хакерскими атаками, с какими-то вот такими вещами? Ну, пока мы с этим не сталкивались. То есть у нас данная есть национальная система, информационная система, это дочерние предприятия информационного центра, они полностью ведут все эти реестры, они являются администратором реестров наших, и в том числе веб-порталов, и они обеспечивают защиту всех данных. То есть пока у нас никаких таких нюансов, утечки даже информации не наблюдалось. Но, тем не менее, если все массово перейдет на онлайн, то все-таки нужно будет как-то более серьезно к этому относиться. У вас есть какие-то планы с этой стороны? Ну, у нас, мы технически как бы не можем, у нас нет таких полномочий данный план, но предложение более тщательно к этому подходить, конечно же, есть. Да, имеются случаи, когда люди и по регистрации недвижимости занимаются мошенническими действиями, поддельные документы предоставляют. К сожалению, мы на это никак не можем повлиять. И если столкнется это более как бы в электронном виде, тем более это невозможно будет отследить в электронном виде. Вот этому надо будет уделить больше внимания и специалистам продумать все риски данного документа оборота. То есть вместе как бы с большой реформой идет и такая небольшая проблема, которую все-таки тоже нужно обозначить. Я думаю, что это не проблема, а даже просто надо будет дорабатывать, дорабатывать специалистам. Я думаю, что такой проблемы не будет. А вот мы уже такую одну небольшую проблему обговорили. Есть ли еще какие-то действительно видные проблемы, которые стоило бы решить, например, чтобы вам было легче работать, или просто вот она мешает создавать реформы? Есть ли такие вещи? Ну, большинство – это техническое обеспечение. И Министерство юстиции сейчас максимально этому уделяет внимание. И по исполнительной службе у нас сейчас говорят о том, что будут усовершенствовать работу государственных исполнителей с планшетами, с компьютерами. Здорово. Да, и по регистрации недвижимости тоже была в прошлом году, в позапрошлом году закуплена техника. Сейчас я думаю, что все остальные направления будут обновляться. Министерство юстиции прикладывает к этому все силы для того, чтобы это обновлялось. Это самая основная задача, можно так сказать, для того, чтобы все это воплотилось в действительность. То есть кадры и техническая сторона? Конечно. То есть если все это будет через интернет подаваться, а у нас скорость интернета не позволит в час обрабатывать даже хотя бы одно заявление, то, конечно, от этого результата не будет никакого. А если это все будет качественно, технически обеспечено, то проблемы в этом не будет возникать никаких. Скажите, пожалуйста, вот областной совет и городской совет, областная администрация уже давно, который месяц, анонсирует открытие Дома юстиции, предоставление административных услуг. Как у вас будут в вашей сфере происходить изменения? Меняете ли вы свое месторасположение? Ваши сотрудники? Или это будет какой-то пробный период частично? Или вы все переезжаете туда? Можете об этом рассказать? Нет. Наши сотрудники пока туда переедут частично. Это отдел регистрации физических и юридических лиц, регистраторы данного отдела. Частично они туда намерены переезжать. Остальные подразделения остаются на своих местах. По данным направлениям по регистрации недвижимости прием будет осуществляться в Доме юстиции также. То есть параллельно с приемом документов у нас. То есть это не ограничивает никаким образом подачу документов. То есть все это будет осуществляться параллельно. То есть помимо того, что будет Дом юстиции принимать документы по этим направлениям, регистрационная служба городского управления юстиции будет также осуществлять прием. То есть людям, опять же, будет проще выбрать, куда идти, где будет меньше скопления людей и подать туда документы. Ну вот лично вы как относитесь к созданию такого общего Дома юстиции? Я абсолютно положительно поддерживаю все новшества, реформы и создание такого Дома юстиции. Я считаю, что это пойдет на пользу всем людям. Это упростит процедуру выдачи. То есть я думаю, что это ускорит, ну если, конечно же, качественно все это. Но на это все надо время. Ну вот идет сейчас большое количество реформ. И интересно, какая, ну тяжело сказать, конечная цель, потому что все-таки в этой сфере нужно все время развитие, постоянное. Но тем не менее, чего хотите добиться, хотя бы на уровне города и области? Ну на уровне города и области, конечно, мы хотим добиться упрощения для людей данных процедур. Максимально оптимизацию в режиме онлайн. Ну то есть технически, чтобы люди меньше ходили по инстанциям. Ну и в том числе у нас в органах юстиции это множество структурных подразделений, куда люди вынуждены обращаться в течение жизни, но постоянно. То есть юстиция сопровождает человека всю его сознательную жизнь. Ну и несознательную, начиная с рождения. Поэтому, конечно же, хотелось бы упростить эту процедуру, чтобы люди могли, сидя дома, зайти в интернет, подать какие-то документы и прийти просто забрать. Ну это в лучшем случае. Каким образом? Ну в дальнейшем оно будет. Я думаю, что покажет время. Пока все, что происходит, это пилотные проекты, это такие эксперименты, которые проявляют себя, в результате чего будут дорабатываться какие-то моменты. То есть есть какие-то положительные нюансы, есть какие-то нюансы, которые нужно будет дорабатывать. И именно для этого оно запускается постепенно в некоторых областях. То есть, а когда оно уже доработается до идеала, соответственно, оно будет запущено по всей Украине. Когда можно ожидать, что во всех родильных домах Одессы будет такая регистрация, как сейчас, вот в пятом была? Ну пока у нас уже запущено в пятом роддоме, уже запущено в седьмом роддоме и уже запущено в областном роддоме. Я думаю, что в течение пару месяцев будут запущены такие же регистрации в других родильных домах. У нас их семь по городу. То есть и в принципе наши технические возможности, нашего городского ЗАГСа позволяют запустить данную услугу во всех родильных домах города. То есть последнее слово осталось за Киевом, да? Если все проходит хорошо, то у нас остается регистрация, вот так как она произошла в пятом роддоме. Ну думаю, что да. И вот такой интересный вопрос по поводу ваших сотрудников. Опять к ним вернемся. Уже ходят легенды про тех людей, которые работают и в паспортных столах, и вообще на выдаче документов. И, к сожалению, многие из них, ну с ними тяжело довольно-таки общаться. Проводите ли вы какие-то беседы с ними, разговоры на тему, как говорить со своими клиентами, как общаться с людьми, как их располагать к себе? Ну мы постоянно проводим соответствующие совещания с работниками, ведем работу по этике поведения, по общению с людьми. Это основной критерий даже нашего отбора на госслужбу сейчас, потому что молодые люди, которые приходят к нам на работу устраиваться, они должны знать, как они имеют право общаться с людьми и обязаны общаться с людьми. Это должна быть доброжелательность, никакого хамства и встречать людей с улыбкой как минимум. Ну вот, а есть какое-то, грубо говоря, наказание, но какая-то мера все-таки пресечения для людей, которые вот так хамски и не очень некрасиво общаются с одесситами при оформлении каких-то документов? Понимаете, это тяжело, и даже если человек обратился с таким вопросом, что ему нахамили, это, конечно, тяжело доказуемо, потому что если наш работник недобросовестный и сказал, такого не было, то, соответственно, к нему меры дисциплинарной ответственности мы применить не можем. Но мы в таких случаях работаем более тщательно, мы с ними проводим всяческие обучения, семинары, совещания. Но это психологи проводят семинары или это вы просто? Нет, это руководители, руководители структурных подразделений, я как начальник регистрационной службы, постоянно ведется над этим работа. И то есть тому работнику, по которому замечания есть, значит, ему уделяется больше внимания, и с ним проводится работа более тщательно, то есть если имеются такие замечания. А, ну, к сожалению, конечно, дисциплинарной ответственности за такое привлечь невозможно. Ну, вот насколько вы бы увеличили, вы говорили, что очень не хватает кадров, насколько бы еще увеличивали эту сферу? Не то, чтобы не хватает. Если запустить регистрацию в родильных домах, то, конечно же, хотелось бы, чтобы в каждом роддоме сидел наш человек и проводил такую регистрацию. Ну, физически это невозможно, так как у нас Одесская область большая, есть еще районы, и в районах тоже есть роддома. И, ну, наверное, даже для этой услуги нам бы хотелось, чтобы в каждом отделе появилось еще дополнительно по одному человеку. Ну, мы всячески будем исходить из того, что у нас есть, и стараться максимально воплощать действительность реформы с тем штатом, который у нас есть. Есть ли ближайшая? Вот какая следующая реформа пойдет после этой с роддомом, которую вы сделали? Ну, если нас поддержит Киев, то, конечно же, мы следующие хотели запустить территориальность. Это регистрация, подача заявления по всем видам актов гражданского состояния в любом ЗАГСе Одесской области. Ну, вы скажите, я смотрю, вы довольно-таки активно продвигаете разные реформы. От чего это зависит? То есть это ваш коллектив вдохновляет людей или как? Это зависит от желания. То есть если ты работаешь с желанием в этой системе, в ней хочется что-то менять, что-то усовершенствовать. И, конечно же, если работники это поддерживают и вдохновляют, конечно, вдохновляют на эти реформы. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что в следующий раз вы уже к нам придете и будете рассказывать о каких-то новых реформах, о каких-то новых, очень интересных нововведениях. Я напомню, у нас в гостях была Юлия Меглазова, начальник регистрационной службы Одесского городского управления юстиции. Это был вечер на седьмом и провела его с вами Яна Границ. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова